27 химчан удостоились премии преодоления за достижения в сфере культуры, образования и спорта. Дипломы лауреатам вручил глава Дмитрий Волошин. Главная цель премии – социальная поддержка жителей округа с ограниченными возможностями здоровья. Я рад вас всех видеть сегодня. И для меня большая честь сегодня эти награды вам вручать. Что мне хотелось сказать, что сегодня 10 лет исполняется премия преодоления. И за 10 лет мы выдали более 200 наград. Очень важно, что эти награды, они на самом деле честно, заслужены и справедливо. И сегодня к нам присоединилось еще 27 лауреатов. Кандидатами на награждение могут быть люди с инвалидностью и жители с ограниченными возможностями здоровья, которые победили или стали призерами творческих конкурсов, образовательных олимпиад и спортивных соревнований. Я занимаюсь плаванием. Причем занимаюсь серьезно. Уже участвовал в соревнованиях спорткиады не один раз. И занимаюсь школьными соревнованиями по плаванию. Мне очень приятно, что я получил премию, диплом. У Анны Басовой поражение порно-двигательного аппарата. Уже больше 10 лет Анна тренируется в химках. Она активно участвует в соревнованиях физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Благо», а также занимает призовые места на состязаниях регионального уровня. За заслуженной наградой Анна пришла вместе с мамой. Она любит очень теннис. Ну вот в основном у нее теннис. Первые, вторые места она занимает по теннису. Поэтому есть у нее к чему стремиться. Ну то, что премию она получает, она очень рада, она очень довольна, конечно. Премия, поздравления, дипломы, все это она собирает, для нее это радостно очень. К поздравлениям лауреатов премии присоединился председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский. Вы – это наша гордость. Вы – те люди, на которых мы равняемся. Ваша активность, участие в различных соревнованиях, в различных конкурсах, конечно же, показывает о том, что нужно идти вперед, несмотря ни на что, нужно добиваться. Успех и победа, они обязательно придут. Поэтому мне очень приятно сегодня здесь сказать вам слова благодарности от всех химчан, от всех наших жителей. По поручению главы округа Дмитрия Волошина в Химках уделяют большое внимание комплексной заботе о химчанах с ограниченными возможностями здоровья. В рамках народной программы «Единой России» обустраивают безбарьерную среду в социальных, спортивных и образовательных учреждениях, а также помогают в реабилитации и трудоустройстве. Елена Тараненко, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.